Продолжаем. Следующий предмет, этот предмет называется ваджр. Выглядит он следующим образом. Что такое ваджр? Ваджр это молния сознания. Вот смотрите, вы допустим когда-то прошли мой семинар, и там во время проведения этого семинара я сказал, что в тот момент, когда вы хотите, чтобы о вас начал думать человек, вам необходимо взять растение толстянку, сорвать с растения толстянки свой листочек, положить его себе в рот, после этого удерживать его языком и думать о человеке, или вспоминать о человеке, но не произносить при этом «позвони мне», а просто думать или вспоминать, как вы его когда-либо видели, этого человека. В этот момент у человека будет появляться желание вам позвонить. И здесь вопрос, а что будет, если этот человек не позвонит? А если человек не позвонит, это будет говорить о том, что у вас не хватает психической энергии. Тогда что необходимо сделать для того, чтобы ее хватало? Необходимо использовать ваджр, вот такой предмет. Но для того, чтобы пользоваться таким предметом, необходимо знать, как его заряжать. Объясняю, как заряжать ваджр. Необходимо представить, будто вот этот шарик, который находится в середине, это настоящее солнышко. Я убираю этот предмет, представляю, будто ваджр в середине, это настоящее солнышко. Представил, будто ваджре солнышко. Делаю вдох, делаю выдох. Теперь я представляю, будто от солнышка идут два лучика. Один из них идет вверх и выходит из точки ваджра, и другой идет вниз и выходит из точки ваджра. Теперь я представляю, будто отворачиваюсь и представляю, будто я в руках держу вот такой посох, в котором я вижу в середине солнышка, и вижу два лучика. Один идет вверх, другой вниз. Держу это левой или правой рукой все равно, и после чего кладу листочек толстянки себе в рот, и думаю о человеке. Теперь у меня увеличивается психическая энергия за счет того, что я использую артефакт или атрибут эзотерики, который называется ваджер. Скажите, это полезно или нет? Для того, чтобы у вас мантры работали лучше, необходимо перед собой положить или расположить вот такой вот атрибут, или необходимо его держать в руке в виде атрибута. Таким образом, вы сможете увеличить свою психическую энергию, не увеличивая ее принудительно при помощи каких-то эзотерических практик.